Всем привет дорогие зрители, уважаемые подписчики, я рад вас приветствовать на канале Родригес Геймс и мы продолжаем играть в Fallout Shelter. Наше убежище становится все глубже и глубже с каждым днем и становится все крепче и надеюсь у нас там коллектив наш еще жив, потому что я каждый раз переживаю, когда я захожу, я думаю, что там у них происходит, когда меня не было, а нас не было приблизительно около суток. И в общем надеюсь, кстати, сейчас тут как раз новость только что была, что радиостанция привлечет нам какое-то количество людей, которые все-таки гуляют в пустоши и найдут наконец-то пристанище где-нибудь у нас в какой-нибудь из наших комнат или учреждений. Так, Рональд Ричардс, дайте имя ребенку, Марта Ричардс Энтони Вуд. Друзья, я почему-то так решил, думаю, давайте сделаем какой-нибудь, называть их как-нибудь будем как-нибудь по-другому. Не Ричард, не Рональд, а какие-нибудь имена, не знаю, там, может имена каких-нибудь супергероев, я думал, может быть каких-нибудь звезд, может еще какие-то. Друзья, пишите в комментариях, какие бы имена вы бы хотели, чтобы нас назывались новые детишки. Не знаю, давайте назовем его как-нибудь так. Так, Супермен, Супермен, например, то есть Супермен. Вот так вот, да, готово. Так, 100 монеток у нас, смотрите, улучшается настроение у коллектива нашего и по два стимулятора готовятся. Кстати, что у нас здесь? Что? Крейг Уайт пришел к нам. Мало свободного места, ой, сколько новостей, все бы сейчас охватить нужно. Так, радиостанция у нас работает, радиостудия, вернее, она работает у нас. И если за пределами этих стен кто-то есть, он точно меня выслушает. Молодцы, ребятки. Я как раз пододел в костюмчике, смотрите, какой у ней замечательный костюм. Как она одета, как ведущая на радио. Эй, есть здесь кто-нибудь? Они, то есть, занимаются у нас привлечением новых людей в наше убежище. А новых людей нам катастрофически не хватает. Так, мы этого мужчину сразу, наверное, примем, потому что у нас пока свободных мест, по-моему, нет. Так, открытое новое, что? Не успел прочитать. Так, заходи, гостем будешь. Ты пока у нас поживешь в жилой комнате. По-моему, у остальных супермен. У нас маленький есть супермен. Иногда я чувствую, что смотрели, наблюдает за мной. Родригес, кстати. Как у нас поживает Родригес? Где же у нас? Я забыл. А, вот он. Нет, подождите, подождите. Нет. Вот же Родригес, господи. На него смотрю, не узнаю. Родригес наш поживает. Замечательно. У него, кстати, нет нормального костюма, который бы мог ему помочь в исследовании новых стимуляторов, разработке новых стимуляторов. Так, здесь необходимо, у нас должно быть интеллект, у костюма должен быть повышенный, то есть повышающий интеллект. Так, прокачиваются у нас, ребятки, потихонечку. У меня идеальная работа, спасибо, смотритель Ральф Варт. Да, пожалуйста, пожалуйста, дружище, давайте вы сейчас попробуем вас ускорить. 26%, что может случиться в происшествии, а в случае ускорения работаем. Успех, успех, друзья. Зарабатываем деньжата, повышаем им опыт. Давай еще разочек. В принципе, у нас все провал. Так, у вас стволы должны быть. Нет, пожар, начался пожар. Тушим пожарчик, а мы пока отправимся и посмотрим что-то другое. Так, чем мы сегодня займемся? Я решил отправить одного человека в пустошь. Так как вы написали, что можно отправить кого-нибудь в пустошь. Кто у нас может это сделать лучше всех? Мы сейчас посмотрим. У нас какой-то персонаж тут падал очень такой мощный и сильный. Кого бы отправить? У нас, в принципе, есть несколько ребят. Удача должна быть у него высокая, во-первых. То есть, Брайан Грахам. Может быть, его, смотрите, он с миниганом и... Так, силу, силу, силу. Удача и сила у него. Костюм, в принципе, замечательный. Ну, и бывает костюму, конечно, и получше. Но, в принципе, этот подойдет ему костюмчик. Мне кажется, можно его отправить в пустошь. Ну-ка, давай-ка. Так, сюда нужно как нажать? А, мы можем ему дать в дорогу стимулятор и антирадин, да? Так, ну, давайте по пять штучек дадим тебе. Че, поедешь на разведку, Брайан? Посмотрим, как это происходит у нас. Мы ему дали миниган. Я надеюсь, он выживет, потому что с такой штукой, ну, должен. Он выжить просто должен, обязан. А за место него у нас наш новый, вновь прибывший человек отправится работать как раз в электростанцию, да? В нашу станцию, которая обеспечивает всю нашу... Все наше учреждение, все наше убежище электричеством. И меня не остановит, меня ничто не остановит, да? Отправить одного жителя в пустошь 25 монеток. Мы получаем за это небольшой такой презент. Можно это было сделать, конечно, раньше, но раньше я не хотел, потому что нам люди были очень-очень сильно нужны. Очень сильно нужны. Тем временем, пока у нас небольшая здесь идет пауза, потому что все у нас хорошо, все прекрасно. Мы можем сейчас построить, да? Или открыть что-то новое. Вот комната с тренозорами. Отправить жителей сюда, чтобы улучшить их силу. Угу. Круто. Так, спортзал. 26 жителей должно быть, а у нас 24. То есть еще 2 жителя, если к нам придет, то это будет круто. Давайте раскрутим радиостудию. Радиостудия повышает шанс привлечения нового жителя из пустоши. Улучшаем ее. Полторашку мне пришлось отдать. Вряд ли кто-то нас услушает. Смотри-ка, нифига себе. Смотрите, как мы их обставили. Да почему? Вряд ли. Почему? Что за негативные мысли вообще, Энтони? Ну-ка, Марта, скажи что-нибудь. Всем обителям пустоши мы ждем вас, друзья. Да. Так. Нормально. Нормально у нас все идет. Все замечательно. А как мне еще апгрейдить ее дальше? 4 500 крышек. Ого. Ого. Радиостанция за 4 500. Ну да. Но все-таки люди будут приходить. А люди нам нужны. Мне очень нужны кадры. Ценные. Вот у нас один подрастает уже. Супермен. Я, наверное, следующих буду называть, наверное, супергероями. Или каких-нибудь известных. Я не знаю. По выстории жителя. О! Нам падает кейс. Один. Ланчбокс. Смотрите. Мы нашли его. Да. Вот он был только что. Здесь я его вычислил. Вот этот товарищ, которого мы искали много серий, а наконец-то мы его заметили. Он появился у нас в нашей жилой комнате. И мы заработали, по-моему, там 500 крышек за то, что просто мы его нашли. Кстати, это прикольный такой презент, который у нас получается, если мы его замечаем. Так, у нас 26 кейсов. Открываем. Как обычно, по старой доброй традиции, мы каждую серию открываем в среднем около 10 кейсов. Ланчбоксов. Я их так называю. Ну, там, или кейсы. Я не знаю. Можно по-разному. Сундучки с сюрпризом. И нам падает 100 крышечек. Хороша? 100 крышек. Обрез. 6. С 6 до 7 урона. Замечательный. Хороший обрез. Вода. Вода нам, в принципе, уже не нужна. Ну, нужна, конечно, но у нас ее в избытке. Так, и 500 крышек. Хорошо. Следующий ланчбокс. Открываем. Нам нужен персонаж. Давайте загадаем кого-нибудь персонажа классного, который у нас будет так работать. Так, револьвер. Жава-револьвер. Ну, так себе. Не очень. Вау! Деннис Тейлор! Смотрите, у него хоккейная маска. Так. Он у нас может работать на воде. То есть, воду очищать. И, а также он может работать, значит, в радиостудии. Неплохо, в принципе. Смотрите, он похож на Джейсона, да? Персонаж. Интересно. Здорово. Мы только сказали, что нам нужен персонаж, и он тут же выпал. Так, энергия. Энергия-то хорошо. Крышечки 100. Улучшенный револьвер. 3.5 урона. О, редкая карта! Скрайб Рус Чайлд. Какой-то интересный. Вау! Нифига! Вот это круто! Вот это круто, друзья! Так, я уже знаю, куда мы его отправим. Ну, еще откроем два кейса. Посмотрим, что у нас упадет с них. Давай-давай. Костюм скелета. Это у нас есть. Крышечки. И винтовка Гауза. Это классная. Это классная вещь. По-моему, у нас уже такая была, если я не ошибаюсь. Уже есть такая штука. Но еще одна. Это только плюс. Это только плюс, друзья. Торжественная одежда. Так, стимулятор. Один выпал. Это тоже здорово. И редкая карта. Конфессор Кромвелл. Конфессор Кромвелл. Вау! Персонаж, который обладает, я не знаю, почти всеми навыками и огромной удачей. Вы посмотрите. Нам дико везет, друзья. Сегодня нам дико везет. В прошлой серии мы открывали 10 кейсов. Было как-то не так. Давай. Так, еще последний кейс. Ну же, давай что-нибудь с него. Очень-очень полезная последняя карта. Но! 500 крышек. Пойдет. Ладно. Нормально. 3 900 у нас крышечек. Два новых персонажа. Так. И я почитаю, что у нас нам... Что происходит с нашим главным героем Брайан Грэхом. Ну, не главным героем, а с нашим героем, который отправился сейчас в пустошь. Так. Начинаю экспедицию в пустошь. Эта дорога ничуть не хуже всех остальных. Обнаружено существо дутень, подлетевший на опасную близкую дистанцию. Пора прихлопнуть этого дутня. Мне удалось убить дутня. Он разлетелся на тысячи кусков. Отвратительно. Получил опыт. Встреча на существо жуткий Яо Гай. О, да. Это жуткая тварь. Он думает, что я его обид. Это был тяжелый бой. Но мне все-таки удалось убить Яо Гая. Так. Получен урон. Но мы ему дали с собой 5 стимуляторов. 30-20 опытов. В принципе, неплохо. Замечено, что у роли мелкий крота-крыс. А ему не жить. Крата-крыс мертв. И так. Ну, и, собственно, он сейчас дальше. Завтра все ноги будут в алдырях. Ничего себе. Ты что там? Я разговариваю с собой. Кажется, да. Ой-ой. Да. Ему тяжко. А на какое расстояние он ушел? Ну-ка, еще раз я посмотрю. Так. Подождите. Дайте мне посмотреть. Расстояние 6 миль. Миль, да, наверное? 6 миль. Ну, не 6 же метров, да? Наверное, 6 миль он ушел. Это достаточно далеко уже. Мне кажется, что нужно потом его возвращать. Мы сейчас... Ой-ой-ой. Что у нас здесь происходит-то, а? В радиостудии пожар. Главное, чтобы не сгорели у нас очень ценные и дорогие приборы, с помощью которых вы там... ведете программу, да? Радио. Так. У нас 2 персонажа. 3, вернее. 3 персонажа. Посмотрим. Это Деннис Тейлор. Это Скрайба. Родчайлд какой-то. И Конфессор Кромвелл. Как бы мне вас распределить. Так. Куда тебя отправят, Конфессор Кромвелл? Угу, 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 угу. Так. Ты у нас отправишься, наверное, давай в генераторную. Дружище. Туда. А этот товарищ у нас может работать на студии. Да? Ну-ка. А Энтони Вуд покидает наше место. И еще у нас один. Куда можете пойти? Давайте посмотрим. Вот, кстати, у нас здесь показывается, где он лучше и больше сможет пользы принести. Где? 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 Давай сюда. Убежище переполнено. Постройте больше жилых комнат. Да? Да легко. Да легко. Построим. Сейчас построим. Сейчас, секунду. Так. Ставим комнатки. Жилые комнаты. Давайте расширим эту. Комнату. И у нас деньжата есть. Мы ее улучшим. Посмотрим, как она у нас будет. Выглядит. Посмотрите, кроватки. Там все нормально. У всех все нормально? Спрашивает. О-о-о-о. Так. Где? Вот он. Я заметил тебя. Да вообще сегодня серия супер-супер везучая. Просто я не знаю. Так везет, Дика. Мы второй раз этого парнягу-то находим. Так. Ты куда идешь? Куда я тебя должен был отправить? Вот сюда. Так. Нормально. Посмотрим, как у нас новые персонажи обживаются здесь. Смотрите, у него какая штука-то. Классный костюм у него. Супер костюмчик. Прикольный, кстати, костюм. У этого товарища есть. За пределами этих стен кто-то есть. Он точно меня выслушает. Вот этот уже персонаж уже говорит совсем по-другому. И меня это очень сильно радует. Давайте мы их ускорим. Посмотрим, как они у нас будут работать. А, нет. Тут нельзя ускорять их, да? Так. Давайте мы улучшим тогда. А, нет. И улучшить тоже мы не сможем. 4,500. Очень дорого, очень дорого, кстати. Дороговато. Ребят, ну что, погнали? Успех. Так, нашего главного героя, это же, ну, не... Почему я говорю, что главного героя... 34 уровень он, а? Герой, который нам выпал, это редкий герой, который нам выпадает. И выпал он у нас с ланчбоксов персонаж. Очень, очень классный. Поэтому я тебе дам самое лучшее оружие, которое у нас сегодня... Ну, на сегодняшний день, которое у нас есть. Так. Мы сейчас, может быть... Тебя нужно было поменять с кем-нибудь, а? Так. Давай-ка мы тебя поменяем. Ну-ка. Что у нас здесь? Как этот Джейсон у нас здесь поживает-то? Джейсон тоже молодец. Но, в принципе, этот, по-моему, персонаж будет покруче, да? Или нет? Да нет. Мы тебе просто костюм другой наденем, да? Давайте мы ему дадим другой костюмчик. С удачей и с силой. Пусть он померит костюм удача и сила. Вот такой. Вот такой костюм, да. Вот это будет супер. Так, выдать костюм жителю. Еще получаем один ланчбоксик халявный, по сути. Так, ты у нас куда пойдешь? Давай жилую комнату. Может, мы тебе подселим какую-нибудь дамочку, а? Даму можно к нему подселить. И, может быть, у них появятся дети. А, вот эта вот девушка, что у нас гуляет? Британи. Ну-ка, давай сюда. У вас, наверное, будет ребенок скоро, да? Энтони. И где она уехала? Куда? Подруга. Давайте. Вам нужен ребенок. Вам нужен однозначно ребенок. Прокачиваем ускорение. Стимуляторов мы отдали. Смотрите, они по две штуки прям лобают. Вообще здорово. Красавцы. Просто великолепно. Так, 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 так. Вот такой вот костюм я, пожалуй, тебе дам. Потому что у нас как раз повышает это интеллект. А интеллект тебе нужен, дружище. Собрать 100 еды. И мы получим еще какую-то награду. Здорово. Так, давайте, ребят, попробуем ускориться. Кстати, Джейсону я ничего не дал, да, по-моему, из-за оружия. Сейчас мы посмотрим. Джейсон. Мне тебя проще называть Джейсон, потому что у тебя маска, как у Джейсона. Какой бы тебе дать ствол. Вот этот обрез, по-моему, самый лучший. У нас вещей, кстати, наверное, 24. Мы что-то можем продать. Давайте что-нибудь продадим. Так, 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 так. Как продавать? Вот это что такое? Что я нажал? Подождите, мне нужно продать. А как продавать, я не знаю. Угу, угу. Так, интересно. Улучшить наш склад. Нам можно улучшить склад и... Там будет храниться просто больше вещей. Пока я не разберусь, как продавать, я что-то не понял. Как продавать? Я понимаю, так, должно быть это все очень просто. То есть, ну, почему-то я вот сюда нажимаю. А, все, позабрался, да. Вот это вот нам не надо. Так, за 10 крышечек он просто продается. Так, все нормально. Револьвер продаем он нам вообще. По сути, не нужен, забивает просто. Ржавый вот этот ствол. Тоже как бы зачем. Ну, ладно, остальные пока оставим. Остальные пока мы оставим. Продать оружие или костюм. И мы получаем еще какую-то награду. 25 крышечек. Собрать еды, пищи. Вот, а мы сейчас махом соберем, друзья. Сейчас мы махом все сделаем. Сейчас мы сделаем все. Все красиво и грамотно. Так, у вас как только появится ребенок, я, пожалуй, отправлю вас на кухню. Будете работать у меня. Как у вас с кулинарией? В принципе, неплохо. Ну, пойдет. Нормально. Вы, я думаю, сможете. Сможете это сделать. Так, у нас тем временем повышает уровень. Раздеваются людишки. И что-то нам еще открылось. Постоянно какие-то у нас новости. Это приятно. Спортзал. Спортзал открывается, потому что у нас, наоборот, 26. Так, 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 так. Вон он, вон он, вон он, вон он, гад. Ха-ха, нашел я тебя. В хранилище спрятался. И сколько крышек к нам падает. Так, не-не-не-не-не-не. Стой, 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 стой. Я не хотел тебя отправлять. Так, дружище. У нас проблема. У нас реально проблема. Сейчас будут. Давайте наверх, потому что рейдеры пришли. Рейдеры пришли с мечами. А один, нет, смотри, со стволом пришла подруга. Они уже покрепче приходят. Но два, два наших охранника на месте. Валим. Давай с огнемета. Так, одного есть. Завалили. Красота. Вторая тоже. Сейчас приберется. И последняя дамочка осталась. У меня, ребята, серьезные. Ну-ка, что с тебя упало? Бронированный комбинзон. Убежище. Посмотрим. Так. И кто там еще? Вот это молодцы. Вот это, я понимаю. Вот это, вот это работа. Серьезная. Комната полностью улучшена. У нас двери стоят самые лучшие. Самые прочные. И, по-моему, прочнее нельзя уже делать. Так, ну что, ускоряемся. Давай. Погнали. Отлично. Еще разок. Давай еще разочек. Тридцать три процента. Вау. Ха-ха. Ну и последний давайте. Последний раз. Сорок три. Ну что? Повезет? Давай, 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 давай. О-о-о. Да вы просто гении. Смотри, как они готовят, а? Классно. Так, энергия. У меня все в порядке. Единственное, сейчас нужно расширяться нам в плане питания. В плане питания нужно развиваться. Так. Что мы можем сейчас? А, у нас же... Я забыл совсем про Брайана. Он уже ушел на 25 миль. Как у него здоровье-то, а? Все нормально? Все хорошо? Может быть, мы его сейчас будем отзывать уже? Потому что мне охота посмотреть, как он... Что он вообще набрал там? И 25 крышечек. И это я что-то не помню. То ли он с собой взял. Возможно, он уже где-то нашел, да? Так, смотрите. Здесь он тут и бился. И что он только тут не делал? Старая брошенная радиовышка нашел какую-то. Ищу способ забраться на радиовышку. Мне удалось найти вход в радиовышку. Внутри оказался тайник. Обнаружено существует Дутень. То есть, он что-то нашел. Почему-то здесь это не пишется. Подлетевший опасно близко в дистанцию. Пора прихлопнуть этого Дутня. Мне удалось убить Дутня. Он разлетелся на тысячу кусков. Ну да, мы что-то подобное уже читали. Так, завалил, по-моему, крота-крыса. Дневник разведчика. Новая запись. Закон и порядок. Так, он приближается. Смотрите, получается уже 10 миль. И я думаю, через несколько минут он придет к нам обратно. Если с ним ничего не случится по дороге. Но мне хотелось бы, конечно, узнать, что он там нашел. И вообще, как это все происходит. То есть, отправляется на пустошь людей. То есть, это, конечно, опасно. Потому что я играл вообще в третий фулл аут. Мне эта игра, конечно, вообще очень-очень-очень нравится. Она прикольная. Но на пустоши там творится просто невероятная. Так, давайте еще, ребят, ускоримся. Но? Провал. Пожар у вас, да? Пожар. Да. Ну, я думаю, вы справитесь, ребят. Мне кажется, они справятся. Давайте, тушим. В принципе, у всех настроение хорошее. 96%. Они вообще красавцы. И вообще у него люди, смотри, 100%. Он даже есть у некоторых людей. Это здорово. Это здорово. Замечательно. По-моему, у нас кто-то тут бродит лишний. Подожди. Так. Ты у нас бродишь. Крейг Уайт. Почему у тебя нет работы? Почему ты чем не занят? Слушай. Давай-ка мы тебя оденем в костюм вот такого повара, да? Хэллоуинского повара. Так. Где, 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 где? Потушили пожар в убежище. Оказывается, мы сейчас выполнили еще какое-то дополнительное задание. Так. Костюмчик. Сейчас я тебе найду. Костюм хороший. Померим. Мне кажется, он тебе подойдет. Вот такой вот тебе костюм. И мы построим еще одну столовку. Давайте будем расширяться. Мне кажется, нужно нам расширять столовочку, потому что у нас народу становится все больше и больше. А еды все меньше и меньше. Так. Вот мы ее и расширили. Давай, иди сюда. Опа. Молодец. Давайте мы ее прокачаем, а? Возможно, это хватит у нас денег. Улучшаем. О, как здесь прикольно стало, а? Это что у нас такое? Мороженые, коктейли? Яблочки, фрукты? Ха-ха. Приходишь в такую кафешку, а тут все такие, я не знаю, как убежище. Не то, чтобы убежище привидений здесь такое, столовка. Больше похоже на это. Так, ну что, ребятки, вы когда уже решитесь на совместное проживание и когда у вас появится уже ребенок? Нам нужен сюда еще один человек, и я жду не дождусь, кто-то из вас обязательно отправится. Мне кажется, это будет, а им-то не будут. Отправиться у нас в столовку работать, и мы можем еще ее прокачать. Полторы тысячи. Нам не хватает всего лишь 90 крышек. Давайте попробуем. Вот эти ребятки должны сегодня сработать на успех. У них был провал. И да! Есть! Красотень. Так, у нас с едой проблема. У нас с едой проблема начинается. Апгрейд. Оооо! Друзья, Хэллоуин, кстати. И в новостях прошлой серии нам объявляли, что будут такие вот фишечки. Смотрите, под стиль Хэллоуина. Тыквы. Не, прикольная. И такая музыка, конечно же. Класс. Класс, класс, класс. Ого, метла. Ну-ка что, она живая? Хе-хе. Мне нормалек. Так, давайте погоняем наших ребятишек. О! Повысить уровень счастья двух жителей до 100%. 200 крышек! Неплохо. Так, тут у нас ребята занимаются любовью. Не будем им мешать. Так, отправимся мы куда-то дальше. Посмотрим, что у нас там, кстати, Брайан-то. Где он? Три мили осталось. О, совсем уже рядом. Совсем рядом. А что там по дороге нашел? Нет? Так. Угу. А нет, все, да? Давно ушли из этого места. Понятно. По-моему, все. Там, по-моему, листать уже вниз некуда. Он просто возвращается без каких-либо новостей. Он просто бежит обратно домой. Так, еще, еще я вижу, где-то появился этот товарищ, которого... Вон он, вон он, вон он, вон он. Мы нашли тебя. О! О! 964 крышки. Почти штука крышек упала, друзья. Обалденно. Ну, сегодня денек вообще. Классный. Так, мы просмотрели, то есть... Самое интересное. Ну, а как думаешь, мы когда-нибудь выйдем из этого, из убежища? Ну, конечно, мне кажется, да. Бриттани, как... Что ты думаешь? Выйдем или нет из убежища? А? Скажи нам. Она такая озабоченная и понимает, что сейчас скоро родится уже ребенок. И, в общем, ей нужно что-то думать. Так. Кто из вас отправляется? Ты же у нас должен отправиться в столовку. Будешь работать, все. Бриттани у нас станет мамой. И поэтому она должна отдохнуть до родов, да? Пока насладиться жизнью хорошей. Потому что беременной женщине нужен спокой и порядок. Так, давайте, ребят. Качнемся. Есть. Успех. Успех сегодня вообще прям. Серия очень везучая. Классная серия. Мне очень понравилось, что сегодня у нас такие прям новости. Замечательные. Комната с тренажерами. Так. Ну, пока у нас лишних людей нет. Поэтому мы должны... Так, это кто такой? А, вот, все, он пришел. Брайан пришел. Заходи домой. Как собрать или что нужно? Так. Мы собрали крышки. Что дальше? Он что принес там? Покажет, нет? Когда покажешь, дружище? Ну-ка, показывай. Я хочу собрать в убежище бейсбольную команду. Пришел в смысле такой. Так. А ты куда поехал-то? Ты у нас работал вот здесь. Давай мы тебя поставим на охрану. Друзья, я не понял, в принципе, вообще, какие-то он вещи принес с собой или нет. Напишите мне в комментариях, кто в курсе, почему Брайан не показывает нам то, что он приволок с собой. Может быть, ничего он не приволок, да? Скорее всего. Может быть, такое. Может быть, такое. Просто крышечки. Он принес крышечки. Единственное, что с него упало, это 25 крышечек. Ну, ладно. Пусть он здесь постоит. Он нас будет охранять. И ходить в следующей серии пойдет тоже на поиски каких-то интересных артефактов или каких-то, я не знаю, там. Может, он ствол найдет хороший. Может быть, он найдет там броню замечательную какую-нибудь интересную. А я предлагаю, как по старой доброй традиции, открыть еще 5 кейсов. Кейсов, 5 ланчбоксов. И посмотрим, что нам упадет. Может, какой-то персонаж будет. Антирадин. Так, пневматическое ружьишко. Не очень мы ему продадим. Крышечки 500. И усиленный револьвер. Тоже так себе. Так, первый кейс. Что-то у нас как-то так. Ну, это не первый, это уже шестой за сегодня. Ржавое пневматическое ведро. Ведро. Ружье, господи. Ну да. Можно и ведро назвать. В принципе, оно такое стрёмненькое. Солдатская форма. Угу. Сила. Нормально. Пойдет. Пойдет. Мы ждем персонажа. Персонаж. Нас интересует персонаж и ствол. Ну и, конечно же. Так. Это у нас уже было. Одеяние скриптора. Ну ладно. Хорошо. Так, пока ничего не упало такого ценного. Открываем дальше. Энергия крышки. Усиленный огнемет. Вот это я люблю. Вот усиленный огнемет, это просто супер, друзья. 15-18. Урон потрясающий. С него прям дохнут, как мухи. О, да! Мститель! Вау! 21-26. Походу, это самое крутое, что нам вообще когда-либо падало. Надо проверить. Фу, нам повезло. Так. Обрез. Нормально. 6-7 урон. Крышки. Энергия. И редкая карта! Буч! Кстати, я его помню, Буч. Это же он жил как раз в убежище. Если я не ошибаюсь, конечно, да. Вау! Персонаж. Здорово. Так, здорово. Ствол нам упал. И персонаж. Последний кейс. Последний ланчбокс. Так, карты повернулись аж в бок. Так, ружьишка. Пятерочка. Так, вон Буч уже подбежал. Антир-1. И? И 500 крышек. Ну, здорово. С 5 кейсов упало прилично. Так, да что ж там у нас опять? Кладовка-то наша как? Так, разобьем камень. Разбить камень 150. Мы сейчас разобьем, построим еще одну кладовку, потому что у меня все не влазит. Уже вещей очень-очень много. Так, где наша кладовочка? Кладовка, кладовка, кладовка. Где она у нас была? А, вот кладовая. Так, нашел. А почему они не соединяются? А, потому что... Наверное, не... Тихо-тихо-тихо появился у нас шпион, которого сейчас надо найти. Вон он, вон он, вон он, вон он. Нашел я тебя, дружище. Че упало? О, крышки посыпались. По-моему, это четвертый шпион за сегодня, друзья. Но убежище у нас пока небольшое. Пока еще возможно находить этих шпионов. Я не знаю, если оно будет такое огромное, как здесь карта в дальнейшем, то я шпиона просто чисто физически не смогу увидеть. Это просто будет чисто случайно, если мы его найдем. Так, а куда мы отправим Буча? Буча у нас персонаж очень крутой. 31 уровень у него. Так, 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 так. Одежда у него я пока не вижу, пока я его не принял. В дом. Ну, заходи сюда, Буч. Заходи сюда. Давай посмотрим, что у тебя за одежда. Одежда, в принципе, нормальная. Нормальная одежда. Одежонка. Ты можешь у нас работать либо в столовой, либо ты можешь в радиостудии работать. Да он может хоть где работать, друзья. Но, по-моему, С, С, это у нас, получается, харизма. Харизма у него больше всего прокачана, то есть он может у нас... Что такое? Подожди, подожди. Давай сюда. Давай сюда. Полезли тараканы в жилой комнате. Мы приглашаем нашего охранника Брайана. У нас одного выстрела всех завалил с минигана. Ты что? По тараканам. С минигана вообще без проблем. Так, буч, буч, буч. Куда поедешь? Куда поедешь? Куда хочешь? Так, в столовку, либо... Либо сюда. Там у нас, в принципе... Подождите, подождите, девушка. Сколько она у нас? Ага, маловато, маловато. Давайте, буча. Так, 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 что это было? Нет. Обратно все меняемся. Я случайно там нажал. Так, буч у нас приедет сюда и будет сейчас трындеть. Он у нас будет трындеть и по радио, то есть будет он зазывать людей с пустоши. Ого! Ну что там тесаком-то машет Энтони? Ветчину нарезает. Вот, смотрите здесь, какой мазончик. Вот это да. Вот это да. Так, ну естественно, мы ему должны какой-то ствол дать, буча. Буча, возьми нормальный ствол. Подожди. Так. Усиленный огнемет ты возьмешь? Усиленный огнемет тебе? Потому что у нас персонаж очень ценный. А вот этому Абрайану, мне кажется, миниган, миниган. У нас Мститель, он еще круче минигана. Мститель круче минигана. Так, как тут поменять? Получается, я должен выбрать сначала кулак, да? А потом взять Мститель. Вот так вот, да. Вот это бандура, да. Не, это реально крутая штука. Так, а кто у нас возьмет тогда миниган? Должен тоже достойный какой-то товарищ у нас взять миниганчик. Так, кто у нас без ствола вообще? Так, ему меняем. Мы меняем на что-нибудь получше. Давай ему обрез дадим скрайбом. Так, девушка. Ого, ты-то у нас с этой пукалкой ходишь. Давай мы тебе сейчас винчестер. Или что-то можно, винчестер можно дать. Остальное сейчас все это продадим. Потому что оно не надо. Так, тебе что? В принципе, нормально пока у тебя. Так. Ну-ка, дамочка. Пока она нигде не сможет у нас работать. Так, что здесь? По нулям. Две девушки у нас остались в этой комнате. Так, а здесь что? Ну-ка. Так, 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 так. Так, кто у нас получит миниган? Миниган кто получит у нас? Давай вот этому дадим. Григори Уилсон. Миниганчик забирай. В принципе, урон у тебя неплохой. Хотя нет, давайте я самому крутому вот этому конфессору дам миниган. Да? А остальным уже раздам. Что там останется? Так, а это что возьмет у нас? Тихо, тихо. Она так быстро крутится. О, винтовочку Гаусс. Пожалуйста. Фу, ну что. Давайте ускоримся, ребятки. Ну-ка. Погнали. Сегодня Хэллоуин. Есть. Успех. Нарезай. Нарезай ветчины. Хе-хе-хе. Еще один успех. И последний раз. Ну-ка. Ааа, нет. Пожарище. Пожарище на кухне. Пожарище в столовой. Фух, в принципе, мы сегодня, друзья, столько дел сделали, что я даже уже, не знаю, перечислять, боюсь, мы все не перечислим даже, потому что сегодня серия была просто великолепная в плане того, что мы отправили Брайана в пустошь, он погонял по пустоши, ну, не знаю, особо ничего такого ценного не нашел, но мы, по крайней мере, посмотрели, как это все происходит. Во-вторых, мы приобрели много ценных персонажей, которые сейчас у нас работают, и 34-го уровня, там, я не знаю, они очень высокого уровня, и это здорово, потому что эти персонажи очень ценные, и по большому счету они тянут всю работу. А также у нас обустроилась, в общем, радиостанция, мы ее прокачали очень достойно, но можно еще качнуть, и это, наверное, мы сделаем, наверное, в следующих сериях. Так, и будем разрастаться дальше, наша задача... Так, еще какое-то здание у нас открылось. Наша задача сейчас найти... Так, оружейная комната, что нам отправьте жителей сюда, чтобы улучшить их восприятие. Отлично. То есть у нас уже 28 жителей, и как только будет 30 жителей, откроется еще одно здание, еще одна будет возможность заниматься чем-то еще. Внизу у нас... Оба-оба-оба. Шпион, шпион, где? Вот он. Я тебя сразу заметил. Попался. Мы сегодня поймали огромное количество шпионов, наверное, 5, а то им, может быть, и 6, если я не ошибаюсь. Ну, наверное, 5-то точно. Я раньше столько никогда их не ловил, и с них падает, в принципе, неплохо. С одного шпиона упало тысяча крышек. И открыли сегодня 10 ланчбоксов. Я, пожалуй, приобрету их еще. И про запас, чтобы они у нас были. И мы продолжим, наверное, следующую серию, друзья. Ставьте лайки, если вам нравится Fallout Shelter. Подписывайтесь на канал. С вами был Родригес. Я вам желаю хорошего настроения, дорогие друзья. Смотрите следующую серию. Всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok